Возможности теоретически в них их будет больше, и это будет со временем лидирующая часть общества, потому что остальные будут предрасположены. Ну, по крайней мере, я не говорю точно, ведь мы уже вообще не так нравились. Ну, так это, да, да, соверши. Ну, вот я прямо говорила, что я хочу быть самой красивой, да, а то так это и я не хочу быть самым. Я не хочу быть самым, я сейчас довела женское тело, но чем-то кинесичкой. Армур. Пожалуйста, в компьютерных играх куча людей не выбирает человеческие тела. Заходите в Second Life. Я помню, я была на конференции, там, правовые основы креолики. Я туда пришла, ну, как нормальный человек, я оделась в дневековое платье, да, все такое, оделась, пришла. Я был хорошо, но у меня рядом со мной сидел ученый, который был в аватарке зайчика верхом на морском гребешке. И он приехал на научную конференцию, ему так было комфортно, он такой так всегда. То есть есть и вот такое желание. Ну, а это как бы легенда. Существует легенда, это легенда, это не правда, что Константин Солковский говорил о том, что когда-нибудь человечество будет чистую форму. На самом деле он этого не говорил, это говорил его ученик Чижевский, приписывая чем-то, чем Константин Солковский. Но, с другой стороны, вот эта вот мечта, не от своей возможности, а от всей возможности, она предполагает, что тело наше, ну, неподходящее. На Винерии 400 атмосфер давления и столько же градусов, мы там не можем жить. Хотим быть на Винерии, давайте усилим межколечную матрицу, чтобы он выдержал, и как-то изменився так, чтобы все. Теоретически мы не можем, мы не представляем это сделать, но хочется. И хотя вот такие огромные изменения, они дерзкие, они говорят о далеком будущем, мечтать не запретишь, что люди будут делать то, что они хотят.